МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Этот понедельник можно считать стартом предновогодней недели. О том, чем запомнились рязанцам прошедшие выходные и первый рабочий день, расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». И вот некоторые темы выпуска. Преступление и наказание бывшему главному архитектору Рязани начали зачитывать приговор суда. Радужная статистика. Из Рязанского перинатального центра выписали 20-тысячного ребенка. Старт новогодним праздником дан. Выходные по центру города прошли сотни Дедов Морозов. В понедельник 25 декабря Советский суд начал оглашение приговора бывшему главному архитектору Рязани. Уголовное дело на Наталью Харибутову было возбуждено еще в 2016 году сразу по нескольким статьям. В день вынесения приговора подсудимой было дано последнее слово. От представителей СМИ Наталья Харибутова, как и на прежних заседаниях, скрывалась за папкой с бумагами. Садильным я искренне раскаиваюсь и прошу не лишать меня свободы. Назначить наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества. Будешь мне сказать, значит, я очень сожалею про все. Все у вас. Выслушал последнее слово, суд удаляется в священном комнате для вынесения приговора. Это все, что сказала Харибутова от дальнейших комментариев во время перерыва перед вынесением приговора она отказалась. Далее заседание продолжилось. Суд установил, что Харибутова, являясь должным лицом, получила личную взятку в крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Кроме того, Харибутова, являясь должным лицом, получила личную взятку в крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Помимо этого, Харибутова, являясь должным лицом, получила личную взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Она же, Харибутова, являясь должным лицом, получила личную взятку в значительном размере в виде денег и незаконного оказания ей услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Напомним, Наталья Харибутова, находясь на должности главного архитектора города Рязани, четырежды получала взятки от представителя одной из строительных компаний. Таким образом, Харибутовой были оплачены несколько туров в другие страны – в Турцию, Малайзию и дважды в Таиланд. Кроме того, она получала и наличные деньги. За полтора месяца до своего ареста Харибутова была уволена с поста. Вынесение приговора для бывшего главного архитектора Рязани было разделено на два дня. Поэтому окончательно о судьбе Натальи Харибутовой станет известно во вторник, 26 декабря. Мы будем держать вас в курсе событий. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Общественный контроль может быть эффективным, доказывает своим примером Общероссийский народный фронт. Итоги работы в этом году активисты подвели 25 декабря на региональные конференции. На ней побывал и наш корреспондент Алена Куколева. Подходит к концу год экологии. И за этот период экспертам и активистам ОНФ удалось достичь серьезных результатов. Это и уборка несанкционированных свалок, и сдвиг по так называемой мусорной культуре. Первые баки для раздельного сбора мусора появились в Рязани в этом году по инициативе активистов ОНФ. Начали с трех контейнеров. Теперь уже хотим вместе с областным правительством посидеть, посмотреть. Эксперимент прошел удачно. Есть еще возможность порядка ста контейнеров поставить. И вот теперь надо как-то по-взрослому эту работу сорганизовать, чем мы обязательно в 2018 году займемся. Чтобы народный контроль был более эффективным, созданы сразу несколько общероссийских проектов. Среди них карта убитых дорог, интернет-ресурс, где сами автомобилисты отмечают проблемные магистрали. Участвуют 114 городов. Рязань по итогам этого года один из самых активных. Два года пытались как-то донести до власти, что необходимо создать такой сайт, на котором любой гражданин мог зайти и увидеть, какие дороги находятся на гарантийном ремонте. И, соответственно, выйдя на улицу, он мог увидеть, так, вот эта дорога на гарантийном ремонте, а вот тут яма. И он мог позвонить и обратиться. И вот Николай Викторович, когда мы ему буквально две недели назад вручали предложение, сказал, что это надо сделать срочно. И вот уже, как результат, на сайте Минтранса появился список дорог, находящихся на гарантии. Теперь все граждане могут следить за состоянием этих дорог, обращаться в случае, если на гарантийных дорогах что-то происходит не то, да, если дорога находится в неадекватном состоянии. В топе резаний по количеству убранных несанкционированных свалок 155 из 268 известных исчезли с интерактивной карты свалок, на которой, кстати, так же, как и на карте убитых дорог, проблемные точки отмечали сами жители области. У нас на селе, к сожалению, как бы, да, к великому сожалению, это не везде работает. И многие главы, ну вот, в этой ситуации говорят, а вот закон позволяет людям не заключать с нами договора и валить мусор где угодно, как бы там, да. И вот уже сейчас в Государственной Думе принимается соответствующий законопроект, согласно которого граждане будут обязаны заключать договора на вывоз мусора. И вот это системное решение, оно как раз поможет избежать появления несанкционированных свалок. Мы призываем всех активных граждан, проживающих в Рязанской области, кто тоже разделяет с нами наши взгляды, влиться, как бы, нашу организацию. Одна из задач уже на будущий год – глобальная проблема воздуха, которым дышит областной центр. По данным прокуратуры, ситуация уже вышла за грани возможного. Каждый год воздух Рязанской области портит около 100 тысяч тонн загрязняющих веществ. Надо, во-первых, объединить все посты, получить хорошую аналитику, разобраться в этом и выявлять эти источники. У нас, к сожалению, рост по формальдегиду, рост по сероуглероду, прям вот так вот растет. Так же и растет заболеваемость онкологическая. Несмотря на то, что год экологии подходит к завершению, проблемы мусора, свалок и воздуха остаются. И бросать их на половине пути решения активисты не собираются. Алена Куклева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Важное событие произошло сегодня в областном перинатальном центре. Коллектив выписал домой 20-тысячного ребенка, который был рожден в стенах медучреждения. Вместе с врачами, родителями и родственниками на выписки побывала наша съемочная группа. Уверена, но все же немного робко берет в свои руки новорожденного сына Сергей Максимов. Арсений появился на свет 21 декабря. 52 сантиметра рост, 3200 вес. Для Елены и Сергея ребенок второй и долгожданный. Они очень хотели сына. Есть дочка, теперь будет сын. Приятно, когда ждали, мальчика мы не хотели. Особенный этот ребенок и для всей Рязанской области. Он стал 20-тысячным по счету малышом, которого приняли врачи областного перинатального центра. На выписку Арсения приехали не только родственники. Встречали ребенка представители власти и журналисты. Здесь же, в торжественной обстановке, родители получили первый документ нового гражданина. Свидетельство о рождении. Сам виновник вел себя хорошо, все время спал. Врачи говорят, мальчик очень спокойный, а главное здоровый. Женщина из района, с заведомо уже известной соматической патологией. Наблюдалась она в женской консультации в этом районе. И постоянно, регулярно она консультировала специалистами нашего центра. Ну, Арсений был молодцом. На протяжении всех родов мы мониторировали все его показатели, как он себя чувствовал. Он чувствовал себя настоящим героем. То есть он знал, что ему достанется такая честь родиться 20-тысячным человечком в нашем центре. Интересно, что самый первый рожденный в перинатальном центре малыш был тоже мальчик и тоже из Скопина. Прошло 7 лет и каждый день, благодаря работе врачей, перинатальному центру, современному оборудованию на свет появляются здоровые дети. Каждый год специалисты выписывают почти 3000 детей. Большинство из них очень сложные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Но показатель стабильный. Он подкрепляет общую демографическую обстановку в регионе. Однако и ее нужно улучшать. Если смотреть демографическую ситуацию в Рязанской области, то она, как и во всей России, достаточно сложная. Но при этом мы маленькими циферками, но идем вперед, продвигаемся, все равно мы увеличиваем. Конечно, в преддверии Нового года всем семьям Рязани хочется пожелать, не бойтесь, если к вам постучится аист. Это радость, это большое счастье, когда ребенок появляется в семье. И я надеюсь на то, что количество младенцев в следующем году в Рязанской области, конечно, увеличится. По заверению Елены, пока третьего ребенка семья не планирует. Но вот Сергей воодушевленно, смотря на сына, улыбается. Арсений вместе с родителями и сестрой отправляется домой. А до конца года врачи перинатального центра планируют выписать еще 200 малышей. Анастасия Ченикина, Роман Вихров, телекомпания «Город». 18 июня 1937 года одномоторный самолет Ан-25 вылетел из подмосковного Щелково. Экипажу предстоял беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. 8,5 тысяч километров преодолели за 63 часа. Всему экипажу присвоили звание Героев Советского Союза. Валерию Чкалову, Георгию Байдукову и рязанцу Александру Белякову. Последний окончил Рязанскую гимназию, правоприемником которой стал Рязанский политехнический институт. Память Героя чтут в его родном ущербном заведении. Недавно здесь открылась аудитория имени Александра Белякова. Имя Александра Белякова вписано в страницы истории как штурмана, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Что примечательно, долгое время он жил и учился в Рязани. Окончил первую мужскую гимназию, на месте которой сегодня расположился Рязанский политехнический институт. ВУЗ уделяет огромное внимание сохранению исторической памяти. В 120-й день рождения Героя Советского Союза здесь состоялось открытие именной аудитории. В настоящее время в Рязани в военном городке Дегелева установлен памятник герою. А центральная улица теперь называется улица Белякова. На этом месте и состоялся первый этап открытия аудитории – возложения цветов к памятнику героя. Присутствовали и представители Рязанского политехнического института, и военные летчики, и даже внук Александра Белякова. Дай Бог, чтобы эта память также хранилась потомками, молодым поколениям, которые будут учиться в этой аудитории и знакомиться с теми достижениями, которые были сделаны нашими великими дедами. Я хотел благодарить руководство института политехнического, тех энтузиастов, которые все это организовали, потому что пока есть память, есть жизнь. Теперь в Рязанском политехническом институте аудитория номер 212 носит имя Александра Белякова. Это тот самый класс, в котором учился будущий герой Советского Союза. Открывают ее в поистине особенный день. В этом году, смотрите, как все, вот как идет история, да? 120 лет со дня рождения Александра Васильевича. 110 лет, как первый раз, приехал Александр Васильевич на Рязанскую землю и поступил в первую мужскую гимназию. 110 лет назад. И 80 лет с легендарного Чкаловского перелета. А на 1937 год прошло 80 лет. Беспрецедентное в то время был, конечно, перелет. Сейчас это место назвать учебной аудиторией сложно. Это настоящий музей. Здесь и фотографии Александра Белякова в разный период его жизни, и письма героя, а также летный шлем и кинопроектор, на котором записан фильм о перелете через Северный полюс. Хотя Александр Васильевич родился не на Рязанской земле, но судьба его связалась с ней. Очень приятно, что память будет здесь, в гимназии, в стенах политехнического института сохраняться. В Рязанском политехническом институте это уже пятая именная аудитория. Стены вуза пропитаны историями, мыслями и поступками великих людей, которые, не покладая рук, трудились ради того, чтобы сделать невозможное возможным. И теперь будущее зависит от студентов, которые каждый день смотрят на именные аудитории героев, ученых и первооткрывателей. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Вот уже 7 лет в бассейне «Радиоволна» при Рязанском радиотехническом университете обучаются плаванию более 500 детей. Здоровье и спорт идут здесь рука об руку. Ребята обучают плаванию опытные преподаватели, мастера спорта. А в прошедшие выходные в бассейне «Радиоволна» состоялись веселые новогодние старты. Продолжит Валерий Седов. Все готовы к нам? Назад! Веселые новогодние старты проходят уже третий год. И каждый раз спортсмены выкладываются на все сто. Уверенные движения и воля к победе. Глядя на мастерство спортсменов, никогда не подумаешь, что это дети, возраст которых варьируется от 7 до 12 лет. Сегодня мы даем возможность почувствовать ту атмосферу, в которой они могут оказаться, будучи взрослыми, нас в участии на спортивных соревнованиях более высокого ранга. В постановке сказочного представления руководству бассейна помогает студенческий отряд кислород Рязанского радиотехнического университета. В этот раз фабула новогодняя. Злание чистой силы мешает детям нарядить елку и строит различные препятствия. А волшебная фея старается им помочь. Ребята от мероприятия в восторге. Вы сами заметили, им участие в соревнованиях, это для них праздник. Особенно если есть еще какая-нибудь изюминка, какое-нибудь необычное явление, так они этому просто рады. Несмотря на всю сказочность новогодних веселых стартов, они остаются соревнованиями. Скорость и выносливость играют важную роль в гонке, и ребята стараются изо всех сил. Руководство бассейна «Радиоволна» ответственно подошли к организации веселых стартов. У нас как бы и соревнования, и веселый старт. Решили в этом году объединить в одно, чтобы борьба была как бы за медаль, как вы сейчас видите, накал страстей. Ну и за сладкие призы, чтобы и родители повеселились, и сами дети повеселились. По словам Александра Желуницына, к веселым новогодним стартам отбор начался еще в сентябре. Прошли его только самые спортивные ребята. За каждый заплыв они получали медали. Возможно, самые первые их награды, но далеко не последние. А после стартов, к всеобщей радости, мероприятие посетил Дед Мороз, который прогнал нечистую силу. Новогодние веселые старты в бассейне «Радиоволна» продолжились для детей постарше. Соревнования на скорость и технику организованы в виде красивой сказки, в которой поучаствовать интересно и выигрывать почетно. А сам бассейн открыт для посещения в любой день недели, с утра и до вечера. В нем могут заниматься как дети, так и взрослые. Мы оказываем спортивно-оздоровительные услуги детям нашего города. У нас их занимается более 500 человек. Это во-первых. Во-вторых, они только что приходят к нам в начале года, обучаются плаванием. Тепутый преподаватель, мастера спорта, заслуженные работники. Мы стараемся им дать в начале основы двигательного навыка по плаванию. В бассейне используется современная технология системы водоподготовки, поэтому в воде содержание хлора минимально. В «Радиоволне» очистка воды проводится озонированием. Озон уничтожает органические загрязнения, делая их нерастворимыми, за счет чего повышается эффективность работы фильтрующей загрузки, входящей в состав оборудования. Кроме того, очистка воды бассейна полностью уничтожает любые вирусы и бактерии, паразиты и плесень. Озонирование очищает стены бассейна от жидкого осадка и делает воду чуть голубоватой и кристально прозрачной. Для студентов Радиотехнического университета в бассейне проходят занятия по физической культуре. В ВУЗе уделяется большое внимание спортивной деятельности студентов. Там также есть зал борьбы и атлетической гимнастики, и стадион с футбольным полем. Студенты ВУЗа становятся призерами и чемпионами региональных, всероссийских и международных соревнований. В 2017 году они заняли почетное первое место в общем зачете областной спартакиады среди вузов и военных училищ. И кто знает, сколько наград у них впереди. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В субботу 23 декабря в Рязани официально стартовал марафон новогодних праздников. Открыли его торжественным шествием Дедов Морозов. Как это было, расскажет Алена Куколева. Создавающим новым годом Рязани! Так началось шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Субботним вечером движение транспорта по улице Ленина перекрыли. Сразу полтысячи Дедов Морозов прошли по центру города под музыку оркестра. Направлял аппарат оленья «Упряжка». Животные везли Снегурочку и собаку породы хаски. Всем был год с собаками, поэтому мы на оленях с собакой. За упряжкой следовал белоснежный лимузин-кабриолет. Из машины к гаражам приветствовали главный Дед Мороз и Снегурочка этого шествия. Олени? Так Дед Мороз никогда на оленях не ездил. Он же на тройке лошадей ездит. Это брат мой, Санта-Клаус, на оленях-то. Вы путаете что-то. А, Дед Мороз на тройке лошадей. Только лошади у меня эти под капотом. Наблюдать за необычным парадом на улицу вышли несколько тысяч рязанцев. Под вспышки фотокамер с новогодними песнями шествие дошло до главпочтамта, где главного Деда Мороза ждал ключ от его резиденции. Этот ключ от моей рязанской резиденции. Наконец-то в Рязани появилась резиденция Деда Мороза. Резиденция будет работать с 24 декабря по 8 января. С 15 до 20 часов. С 24 по 27 будет проходить конкурс лучших подарков. Приносите подарки. Мы их сфотографируем. И уже по результатам конкурса решим, кто из рязанцев поедет на главную елку страны, в сам Кремль, в город Москву. Место кульминации праздника – улица Почтовая. Сюда пришли все участники шествия и несколько тысяч рязанцев, чтобы увидеть, как загорится звездное небо – самая яркая иллюминация города. Украшение любимой пешеходной зоны стало одним из главных подарков для всех жителей и гостей областного центра. Уникальная для города светодиодная конструкция протянулась над Почтовой на 350 метров и зажглась тысячами лампочек. Продолжился праздник концертом и танцами Дедов Морозов со снегурочками. Я видел, как оно прямо сейчас зажглась. Шла толпа Дедов Морозов. Мы думали, их будет намного меньше, а их было много. Это было прикольно. Каждый день юные рязанцы могут прийти в резиденцию Деда Мороза, покататься на упряжке с оленями и поучаствовать в конкурсе. Дорогие рязанцы, я поздравляю вас с Новым годом. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в семьях будет спокойно, чтобы все вы были здоровы. И мой лозунг в этот Новый год – в каждую квартиру по елке, каждому ребенку по мандарину. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Миллионы христиан по всему миру отметили праздник Рождества Христова. Среди них католики, протестанты и представители многих других конфессий. Для них Рождество наступило в ночь с 24 на 25 декабря. Ну а православные христиане отметят его лишь 7 января. Почему же у разных ответвлений по сути одной религии так разнятся даты одного из важнейших праздников? Как нам пояснили представители Русской Православной Церкви, дата Рождества Христова едина – это 25 декабря. Просто на сегодняшний день в нашей стране сложилась довольно интересная ситуация, когда Церковь живет по старому календарю, юлианскому, а государство – по новому. Вот и получается, что 25 декабря по церковному календарю приходится на 7 января. Что касается католических стран, протестантских, они перешли на этот новый стиль, который называется Григорианским, поскольку он был введен по выгляду Григорием XIII в 1583 году. И, соответственно, у этих календарей есть разница. Сейчас эта разница составляет 13 дней, на тот момент она была 10. То есть просто 10 дней из календаря выбросили. Были для этого определенные причины, усматривались. И с тех пор западный мир, он живет именно по Григорианскому календарю, который не совпадает с нашим. Поэтому даты празднования разные. В связи с этим православным христианам, соблюдающим Рождественский пост, Новый год придется встречать умеренно и за постным столом. В связи с этим, по мнению священнослужителей, стоило бы сместить акцент значимости Нового года. Ни для кого не секрет, что в западных странах основным праздником считается именно Рождество. И это правильно. Все должно быть в умеренности. Тем более дни поста. Поэтому, конечно, православные люди будут стараться избегать разных развлечений, которых очень много у нас и по телевидению, и на улицах города. Все-таки наше настроение направлено на встречу Рождества Христова. И часто так бывает, когда человек отдает себя Новому году в полной мере, то чувствует, что Рождество у него как будто украли. Как бы то ни было, каждый сам для себя решает, каким образом ему отмечать предстоящие праздники. Новый год, скорее всего, так и останется самым долгожданным сказочным праздником, а Рождество – главным событием в жизни православных христиан. Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год Информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер» павильон на парковке. ТЦ «Премьер» павильон на парковке.